здравствуйте дорогие друзья у меня есть рубрика кухонные разговоры я сегодня хочу снять этот ролик вот в этой рублике кухонные разговоры чем это вызвано связи с тем в каком положении находится у нас страна я конечно стараюсь смотреть вот этим передачи посвященные этим событиям не могу как-то от этого отвлечься но сегодня я посмотрела нтв звезды сошлись я не могу а тема была такая какая уж она там была но разговор шел такой заграничной недвижимости они договорились до курятников да да курятников с курами а дело в том что у меня кур которых мы завели там на участке и курятник они кур начали нестись да сначала была тема о том что же делать с недвижимостью заграничной которая осталась там у них в заграницах и вот я подумала ну да это у них проблема такая и по идее вот у человека но случилась такая беда вот там осталась за границей недвижимость ездить они туда не могут эксплуатировать они ее не могут связи сложившейся ситуации и как бы разговаривают между собой что с этой недвижимостью делать для них эта проблема может быть для кого-то прям беда когда у человека что-то случается тот кто слышит эту проблему он может как реагировать ну например сочувствовать сочувствовать это значит чувствовать сочувствовать я вообще не могу потому что у меня нет заграничной недвижимости и сочувствовать я совершенно им не могу для меня я считаю не проблема дальше можно значит сопереживать сопереживать я тоже не могу почему я должна за них переживать что у них там такая проблема. Не могу. Например, осуждать их. Осуждать я их тоже не могу, да, потому что ну, за что их осуждать? У них там проблемы. Решают они, не решают её. Мне, собственно, всё равно. А можно ещё позавидовать? Но завидовать я тоже не могу, да, потому что чему завидовать? Вот у них головная боль, а у меня нет этой головной боли. А можно ещё злорадствовать, да, что попались вы с этими квартирами. Я тоже не могу, потому что мне, например, смешно, что вот у них такие проблемы возникли. Вот. И я думаю, подумала, они там вот прямо так вот-вот, вот столько денег они туда вкладывали, вот-вот они там всё покупали. И оказывается, теперь они говорят о том, что законодательство там, в западных странах, оно вот такое вот, могут и у тебя там и замок поменять в твоём жилье, если ты там не живёшь и долго не оплачивал это жильё, и вселить даже кого-то могут. В общем, теперь, когда они строили, значит, то есть покупали, как правило, значит, они там это жильё, всё было хорошо. И законодательство их устраивало, и эти заграничные страны их устраивали. А теперь, значит, это те, которые не удрали. Они вроде как патриотки сидят там все с надутыми губами, с перекроенными мордами со своими, значит. Ну, в общем, артистки, в основном артистки, которые вот на экранах тут частенчика бывают. Вот. И, значит, теперь они законодательство, которое, они его как бы осуждают. Плохое там законодательство. И говорят, вот мы там... В общем, Запад теперь стал для них не очень хороший. Не очень. Стал для них Запад хороший. Они вот на эту тему, значит, там разглагольствовали. Следующий этап. Они стали говорить о том, какое у них есть загородное жильё. Тут я тоже стала прислушиваться. Тут я могу как бы посочувствовать. Тут я могу попереживать с ними. Кто говорил о том, что купили, какие возникают проблемы. Кто-то строит, значит. Кто-то ремонтирует. В общем, пусть не в тех масштабах, но я в этой проблеме как бы существую. Живу я как бы за городом. Поэтому я их слушала. Ну, соответственно, как бы все эти проблемы делим на энное количество. где на 10, где на 100, потому что у них и стоимость, и место, где они живут, с моим-то, конечно, не сравнишь. Тем не менее, тем не менее, я всё это дело прослушала. Каждый там старался, значит, похвастаться своим и стоимостью, и, значит, где там что, и как они строили. Вот. А потом они дошли до курятников. До курятников. И до кур. То есть, значит, вот наши звёзды теперь, живя в своих загородных домах, начинают разводить кур. Вот так. Докатились, можно сказать, от заграничного жилья, от заграничной недвижимости до простых курятников. И хвастаются, какие у них хорошие куры. И какие они хорошие яйца несут. Вот так. А вы как вот считаете, вот с теми, как они говорят, мы не олигархи. Мы так вот, кто своим непосильным трудом заработал там себе на это самое, на заграничное жильё, везде вот показывали о нём, рассказывали, какое там у них непосильным трудом они заработали. Творческая интеллигенция, которая, как мы теперь знаем, в любой момент может слинять с нашей страны. Ну ладно, спасибо им на том, что не слиняли. Наверное, нигде не говорили плохо о нашем государстве. Вот так. Прохор Шаляпин там был. И он всё время говорил, он над ними смеялся и говорил, что у меня вот нет заграничного жилья, я типа из простых крестьян и показал там свой домишко, который он прикупил, плохенький. Собрался там что-то строить, но говорит, что всё подорожало, строительные материалы подорожали, всё очень сложное, и дома, если ты не олигарх, приходится строить долго и всю жизнь. если даже ты их построил, то потом нужно их ремонтировать. И опять они рассказывали, какие у них там проблемы возникают с тем, что они ремонтируют. Ну вот вывод делаем. Какие у них проблемы? Мужики там воюют, погибают, а у этих дамочек с перекроенными лицами проблемы. Что им делать с ограниченной недвижимостью? Ну, одна там мадама сказала, вот если бы мне как бы вернули деньги за эти, вот за ту недвижимость, вернули бы ей деньги за ту недвижимость, которая там осталась, она бы все их отдала, чтобы вот эту вот знаменитую бабушку с флагом, значит, ей вот сюда привезли, а своих денежек ты не хочешь потратить, которые у тебя есть, бьется она там за, делит с соседом территорию. Патриотка к бабушке примазалась, она бы отдала и мечтает о том, ой, ну такие вот они, что если у тех, кто там заграничных, отобрать бы тоже недвижимость, да возместить им то, что они потеряли. потеряли они. Люди жизни там теряют. Вон привозят мужичков молоденьких, хоронят, а они там эту свою недвижимость оплакивают. Собачек, мопсиков, какие вот там Донцова посоветовали ей. Не надо, говорит, покупать, лучше арендовать. Во Франции квартиру она арендовала и жила. И вот я подумала, черт, это жила в этой Франции. Нет, у нас тут жить нельзя, надо во Франции снимать квартиру и жить во Франции. вот вам все эти ваши Франции, Англии и прочие заграницы показали свое истинное лицо. И вы, дамочки, тоже показали, но уже не истинное лицо, как правило, перекроенное. У Донцовой-то вроде нет. Вот так. Так что посочувствовать я им не могу, попереживать я не могу, осуждать я их, вот сейчас я что сделала, осудила? Нет, я высказала свое мнение, имею на это право. Вот такой у меня состоялся неоднозначный сегодня с вами разговор про звезд, у которых такие проблемы. Пока-пока. С вами была я, горожанка в селе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова